МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соломинский райсуд Киева сегодня с самого утра рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Нардепу Бориславу Розенблату. Это при том, что арестовать избранника нельзя. Он хоть и прикосновенный, но разрешение на арест Рада на прошлой неделе не дала. Тем не менее, САП хочет возложить на Розенблату ряд обязательств, опасаясь, что тот сбежит в Германию. За тонкостями судебного процесса следит наш корреспондент Александр Васильченко. Он на прямой связи со студией. Саш, здравствуй. Расскажи, как проходило заседание и чем в итоге закончилось? Добрый вечер, Екатерина. Слушание закончилось совсем недавно. Начну все по порядку. Перед заседанием суда журналисты встречали Нардепа Борислава Розенблата почти как селебрити на красной дорожке кинофестиваля. Парламентарий в Соломинске и Рассиус-Солице пришел в сопровождение адвоката. С прессой общаться отказался. Уже в зале заседаний заявил. Антикоррупционная прокуратура якобы продолжает его дискредитировать. Также Розенблата заявил, что поддержку коллег по уже бывшей фракции не просил. В суде внес ходатайство о снятии с него всех обвинений. А в отношении залогов 10 миллионов гривен, на котором настаивает специализированная антикоррупционная прокуратура, утверждает, что сумма для него внушительная, но подъемная. Уже по традиции перед заседанием прокурор САП попросил показать повторно отдельные фрагменты видео с участием Розенблата и спецагента НАБУ Екатерина Сиваконь. Однако суд им в этом отказал, после чего обвинение потребовало внести решение о мере пресечения для Нардепа. По словам прокуроров, парламентарий может осуществлять давление на следствие. Поэтому попросили у суда разрешения надеть на него электронный браслет, а также изъять все паспорта и внести залог. Мы пообщем к застосованию заставы в размере 10 миллионов. Мета заставы забезпечить, чтобы самая особа, вносящая кошти, понимала, что втрата этих кошек может иметь певные негативные насыщения. В свою очередь защита Розенблата заявила, что Нардепа обвиняют незаконно. Якобы согласно судебной реформе, должности генпрокурора Украина уже не существует. Поэтому документ, подписанный Юрием Луценко, не имеет силы. Генпрокурор существует, не существует генерального прокурора Украины. Прокуроры САП на такое заявление отреагировали эмоционально и обвинили адвокатов Розенблата в искажении норм закона. По словам прокуроров, сторона защиты якобы добивается того, чтобы СМИ потеряли всяческий интерес к этому делу. Впрочем, из судебного зала никто из журналистов и операторов не ушел. И после практически 9-ти часового заседания судья все-таки вынесла решение. Ходатайство обвинения удовлетворили частично, назначили залог в 7 миллионов гривен. Также Нардепа обязали носить электронный браслет и сдать все паспорта. Все это Борислав Розенблата должен сделать в течение пяти дней после оглашения вердикта. Катя. Спасибо, Саша. Александр Васильченко был на связи со студией с подробностями заседания по делу Нардепа Борислава Розенблата. К другому Нардепу тоже сегодня пришлось идти в суд, уже в Печерске. И там рассматривали дело в отношении Олега Лешко. НПК обвиняет главного радикала в том, что тот совмещал работу Нардепа с работой руководителя газеты. Правда, шуму наделало не столько заседание, сколько события у здания суда. А во всем материале Руслана Смещука. Судебное заседание началось с конфликта между сторонниками Олега Лешко и социал-демократами, которые пришли под Печерский райсуд столицы поддержать обвинения. Вторая стычка произошла, когда главный радикал прибыл в суд. Тут словесной перепалкой уже не закончилось. Пришлось вмешиваться полиции. У активистов возникло много вопросов к декларации главного радикала, в которой они увидели множество белых пятен. Кроме того, по словам Нардепа Сергея Каплина, Лешко вступил в сговор со служителями Фемиды, чтобы избежать наказания за нарушение Конституции. Средняя статистичная декларация радикала или других новых так называемых людей – это как минимум миллион долларов готівки. Уявите себе, один миллион долларов готівки дома. Плюс мы побачили доходы их друзей, мы побачили доходы их теж, мы побачили доходы их сестер, братьев. Мы тут с вами зібралися для того, чтобы добиться розгляду справи Лешко, который, на мою думку, является иконой украинской коррупции. Нацагентство по предотвращению коррупции обвиняет Лешко в том, что он, будучи нардепом, противозаконно занимает пост главы правления газеты и просит оштрафовать радикала на сумму почти 12 тысяч гривен. Сам Лешко обвинение, естественно, отвергает, называя себя жертвой политического заказа. Сентенцию о политических репрессиях он повторял на протяжении нескольких часов заседания. В итоге судебное заседание перенесли на 21 июля. В то же время после сегодняшнего инцидента под стенами Печерского райсуда обе стороны конфликта собираются тоже идти в суд. Как заявил Сергей Каплин, социал-демократы намерены отстаивать честь партии, ведь нардепы-радикалы во время стычки топтались по партийным флагам. Руслан Смещук, Владимир Дедов, подробности, телеканал Интер. И еще один партийный скандал. У социалистов, как оказалось, все же новый председатель. Во всяком случае, так считают в Минюсте. И это скандальный борец с наркопреступностью Илья Кива, осужденный в свое время за получение взятки и спасенный в 2014 судом, который снял с него судимость. Все подробности в нашем материале. Известный своими неоднозначными высказываниями советник министра МВД Илья Кива, как и обещал, пошел в большую политику. Возглавил социалистическую партию. И это якобы уже не голословные заявления, а официальный документ. Интернет-СМИ сегодня утром выложили скрин единого реестра общественных формирований с сайта Министерства юстиции. И там черным по белому написано председатель социалистической партии Украины Илья Кива. Глава полицовета Павел Устенко. Новость вызвала недоумение в Совете объединенных СПУ и социал-демократов. Решение о внесении Кива в качестве главы партии в реестр Министерства юстиции является незаконным, является оборудкой Петренко, Министра юстиции, а Вакова, Министра внутренних справ. Они внесли изменения в реестр Министерства юстиции. Мы направляем сегодня звернение до Национального антикоррупционного бюро, чтобы негайно начали проведение о неправомирных, протизаконных и антиконституционных действиях Петренко. Напомним, 10 дней назад советник Авакова Илья Кива, до мая прошлого года боролся в нацполиции с наркопреступностью, так и не прошедшей обязательную в ведомстве переатестацию, объявил себя лидером соцпартии. Такое решение, дескать, принял съезд полицилы. Члены СПУ тут же заявили о рейдерском захвате партии. На прошлой неделе социалисты объединились с социал-демократами, чтобы вместе защищаться от самозванцев. В Совете показали решение высшего админсуда от 13 июня этого года, который подтверждает, что главой СПУ является Николай Садовой. А также письмо исполнительной службы, которое обязывает Минюст убрать из реестра фамилии Кивы и Устенко и внести туда Садового, избранного председателем СПУ, три года назад. Собирается ли ведомство, возглавляемое фронтовиком Петренко, исполнять решение, неизвестно. Наш запрос, отправленный в Минюст, остался без ответа. Генпрокуратура начала расследование по факту обыска в НАБУ в доме и рабочем кабинете председателя Киевского окружного админсуда Павла Вовка. Напомню, обыск у него и его зама Владимира Килиберды детективы антикоррупционного бюро провели в конце мая. После чего судьи заявили о давлении и вмешательстве в их работу со стороны НАБУ. Вместе отстаивать территории, вместе идти в Евросоюз и НАТО. Петр Порошенко приехал на переговоры в Грузию. Визит продлится два дня. Украинский президент уже встретился с грузинским коллегой Георгием Аргвилашвили. Они открыли бизнес-форум и подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По словам Петра Порошенко, этот документ свидетельство наивысшей формы доверия и между руководством стран, и между народами. На сегодняшний день мы уже наметили первые шаги, которые мы должны сделать еще в этом году. Потому что у нас будут очень важные события, начиная от саммита Схидного партнерства и заканчивая Генеральной Ассамблея Организации Объединенных Наций, где Украина является членом Ради Безпеки Организации Объединенных Наций. И мы должны использовать все возможности для защиты и поддержки суверенитета и независимости Грузии, суверенитета и независимости Украины. Украинскому правительству 100 лет. В честь юбилея премьер провел заседание, на котором присутствовали 5 бывших руководителей Кабмина, нынешние бывшие министры, послы и дипломаты. Первое правительство Украины, генеральный секретариат, возглавлял писатель и политик Владимир Винниченко. О тех событиях на заседании показали фильм-хронику. В честь юбилея анонсировали учреждения именных премий для студентов-магистров и проголосовали за создание консультационного совета бывших премьер-министров. Украина рискует не получить обещанные 600 миллионов евро помощи от Евросоюза. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ивана Климпыш-Цинцадзе. По ее словам, чтобы получить деньги в декабре, нужно выполнить ряд условий до конца октября. Среди требований решить вопрос с выплат переселенцам и автоматизировать предварительную проверку электронных деклараций. Еще одним условием для получения кредита является отмена моратория на экспорт леса Кругляка. Но этот пункт Украина выполнять не должна, считают в оппозиционном блоке. Даже в условиях действующего моратория на вывоз леса Кругляка уничтожение Карпат и лесов в других территориях нашей страны активно продолжается. А если даже формальный запрет будет снят, то мы можем говорить о перспективе практически полного уничтожения наших лесов. То я считаю, что это абсолютно неадекватно. Несмотря на действующие моратории, экологи постоянно фиксируют масштабные вырубки лесов в Украине. Неудивительно, что благосостояния тех, кто должен пресекать нарушения, улучшаются. Новенький кроссовер за миллион двести тысяч гривен. Такой подарок сделал себе чиновник в Ивано-Франковске Роман Олейник. Откуда деньги выясняли наши корреспонденты? В креслах первого замначальника Ивано-Франковского обл. управления лесного и охотничьего хозяйства уже 13 лет занимает Роман Олейник. Чиновник демонстрирует постоянство не только в работе, но и при выборе машин. Hyundai Grand Santa Fe – любимая марка. Имея скромный доход госслужащего, еще в 2008-м он приобрел такое авто за 40 тысяч долларов. Машина ему так понравилась, что недавно он купил себе новую. Обновка обошлась почти в миллион двести тысяч гривен. Двести семьдесят тысяч Олейник выручил от продажи старой модели. Откуда же остальные деньги? Спросить об этом чиновника напрямую не удалось. На работе его сегодня не было, уже неделю, как на больничном. Правда, пообщаться с чиновником мы все же смогли. По телефону. И он нас заверил. Деньги на покупку машины собирали всей семьей. Почти все члены семьи Романа Олейника также гостьслужащие. Тесть много лет проработал в управлении сельского хозяйства, а теперь руководит отделением госфонда поддержки фермерских хозяйств. Жена Виктория возглавляет отдел кадров госпредприятия Ивана Франкевский лесозахист. Несмотря на скромные зарплаты, в собственности семьи восемь земельных участков, несколько квартир и дачи. Местные активисты уверены, такое состояние невозможно заработать честно. Вы же видите, у нас в Голи леса, вырубка продолжается. Он имеет безусловное отношение к каждой из этих вырубок. Связки у нас достаточно большие. Они с каждым лесницем. Вот, например, в Поляницком леснице я лично выявил незаконную порубку леса. Там больше, чем на 2 миллиона. Конечно же, сам чиновник подобные обвинения отвергает. А местным активистам остается лишь удивляться, почему декларация Олейника до сих пор не привлекла внимание детективов антикоррупционного бюро. Диана Клочко, Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск. Ядерный привет из прошлого. Под Крапивницком охотники за металлом раскопали радиоактивный могильник. И уже успели вывезти минимум один груженый грузовик. Куда попал опасный металлолом, неизвестно до сих пор. Подробности в нашем сюжете. Эти поля всего в нескольких километрах от Жилмассива. Почти 30 лет назад здесь захоронили облученный Цезем-137 металлолом с местного предприятия. В контейнерах двигатели и провода. Они будут фонить еще 300 лет минимум. Но на прошлой неделе хранилище разрыли экскаваторами. Местные жители вызвали полицию. Предупреждающих знаков здесь нет. Хотя радиация местами превышает норму в 10 раз. В мэрии призывают без паники. Мол, если не рыться в земле и не прикасаться к облученным предметам, угрозы для здоровья нет. По словам очевидцев, охотники за металлом успели вывезти минимум один груженый грузовик с прицепом. Куда? Никто не знает. В полиции открыли уголовное производство. Статья за владение грунтовым покровом, что нанесло ущерб окружающей среде. Окраденном радиоактивном металле ни слова. Что делать с раскопанным могильником, в мэрии не знают. Сообщают, что вызвали столичных специалистов, они и решат. Но местные жители не на шутку встревожены. Ведь 40 лет назад в Краматорске замурованная в стену жилого дома ампула с цезием-137 привела к смерти 6 человек. Еще 17 стали инвалидами. Ольга Иванченко, Елена Брынзов, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кропивницкий. Второй день не утихает пожар на полигоне в Днепропетровской области. Его круглосуточно тушат пожарные, военные и работники лесхозов. Почему не удается погасить огонь, расскажет Елена Миндалюк. Поселок Гвардейская журналистов не пускает. Поэтому пожарным приходится и видеопресси сбрасывать, и огонь тушить. Пожар на военном полигоне сполыхнул накануне, около 11 утра. Огонь быстро охватил 30 гектаров. Только к вечеру его удалось локализовать. Всю ночь там чергували представники лесового господарства, военные и рятувальники. С ранку работы продолжались. И сейчас у нас есть три осередки занимания. Общая площадь их складывает 5 гектаров. В тот день военные проводили плановые учения. Работала артиллерия и авиация. Все меры безопасности были соблюдены, говорят армейцы. Со спецслужбами даже отработали подобную ситуацию. Там створены специальные котлы, куда выключаются артиллерийские боеприпасы. Однако, несмотря на то, что был сильный ветер, раскидание уламков отбывалось на достаточно большей площади. Поэтому и выникла такая ситуация. Полностью ликвидировать пожар спасатели не могут из-за ветра. Он быстро разносит пламя. Хотя, по предварительным данным, гореть продолжает всего полтора гектара леса. На полигоне работают 70 спасателей и 15 машин. Сейчас работают две бригады, которые дезинственную съемку делают. Посчитают площадь. В зависимости от площади будут нароходцы избытки, будет складываться протокол про лесовую пожару. Это уже второй масштабный пожар на полигоне в Вардейском за последний месяц. В начале июля также во время учения загорелась травма. Тогда было уничтожено около 20 гектаров леса. Елена Мандалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Обстрелы средь бела дня. Боевики уже не ждут темноты, чтобы открыть огонь. Сегодня они накрыли из минометов позиции украинских военных под Авдеевкой. А накануне, тоже днем, два мощных обстрела пережила Красногоровка. Об очередном обострении ситуации под Донецком. Наш военкор Ирина Баглай. И тяжелое может быть РПГ, СПГ, АГС. Поэтому дистанция обязательна. Здесь передвигаться практически пехо. Простреливается всю нас. Средь бела дня, в разгар хлебного перемирия. Как боевики стреляют, убеждаемся сами, как только доходим до передовой. Наблюдали потом. Вокрейтин. Вчера было так же или нет? Да, и вчера было так же. С таких же прострелов боевики начали обстрел и вчера днем. Потом пехотинцы заметили в небе вражеский беспилотник. С него наемники корректировали свой огонь из минометов. Началось примерно где-то в полтретьего дня. В 79 приходах 82-х мин, 6 мин было 120-х и 3 танковых выстрелов. Танк был в конце, стрелял с закрытых позиций. Танки российских наемников за терриконами и шахтой Челюскинцев. Это уже Донецк, окраина Петровского района. А вот дальше в городе огневые позиции самоходных артустановок боевиков. Это было настолько глубоко, это где-то было 10-15, может быть, километров в глубине Донецка. Они выезжают, здесь есть хорошая позиция, дикая балка. С нее можно как в Красногоровку доставать, так и сюда. Так же где-то в глубине Петровского района. Там спрятаться где-то в жилом массиве. Опять. Это ДШК. Крупнокалиберный пулемет 12,7. Ну вот это же, где мы смотрели шахта, вот завод. Справа завода у них укрепленный муравейник. Вот оттуда они сейчас и работали. И снова выстрелы. Так боевики пресекают малейшие наши попытки увидеть село Старомихайловку. Оттуда они стреляли из миномета вчера. По данным военных, прямо с рынка. А вот с окраин жителей наемники давно вытеснили. Ни фонарей, ни каких-то, чтобы там свечей не было. Там даже движение техники, кроме Сепарской, никакая техника больше не движется. Уже на обратном пути боец с позывным «Медведь» показывает, чем стреляют по ним боевики. И что происходит при попадании пуль, которые сегодня перелетели над нами. Разрывные вот эти патроны. Деревья, видите, как одним выстрелом срезают. Как ножом. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Впрочем, боевики заняты не только обстрелами позиций ВСУ или мирных жителей. Они вдруг озаботились политическими вопросами. В частности, ни с того ни с сего решили сказать «Новороссии нет» и создать «Малороссию». По крайней мере, на оккупированной части Донецкой области. Подробнее материали Павлина Василенко. Побольше государств новых и разных. Видимо, так решил главарь самопровозглашенной ДНР Захарченко. И объявил о создании новой недостраны – Малороссии. Квази-государство, по его задумке, возникнет на территории оккупированной части Донецкой области. Кто у них там будет главным? Президент или парламент? И нужны ли они вообще, пока не определились? Дескать, все, что можем сказать, Малороссия – это некая федерация ЛНР, ДНР и каких-то там других областей Украины. Со столицей в Донецке и флагом гетьмана Богдана Хмельницкого. Киеву отводят роль историко-культурного центра без статуса столичного города. Языка сразу два – русский и никому неизвестный малороссийский. Мы уже привели консультации с трезвыми представителями бизнеса и власти. В соседке такой же самопровозглашенной ЛНР поздравлять Захарченко с рождением Малороссии почему-то не стали. Оказалось, там ни сном ни духом, что они – часть новой гипердержавы. Поэтому сразу дали Захарченко отворот-поворот. Ничего не знаем, ничего не подписывали. А ведь тут открывается парадокс. Но в стройных рядах так называемых ДНРовцев согласия нет. Или кто-то же недопонял своего главаря. По крайней мере, его советник Захар Прилепин поспешил заверить своих. Без виз Малороссии останется. Но внешнеполитический вектор сместится – уйдут в СНГ. В Украине на малороссийские заявления отреагировали жестко. Президент Порошенко заявил, что Киев вернет оккупированную часть Донбасса и Крым. А боевиков ждет полный крах. Целью Российской Федерации было разделить Украину. Проект «Новороссия» включал 9 регионов Украины. Этот проект полностью провалился. Захарченко и Плотницкий – это не политические фигуры. А марионетки, которые ретранслируют месседжи из России. В украинском МИДе в заявлении о создании некой Малороссии увидели попытку России разыграть абхазский сценарий на оккупированном Донбассе. Об этом у себя на странице в Твиттере написал министр иностранных дел Павел Климкин. На псевдообразование отреагировали и в Европе. В Министерстве иностранных дел Франции заявление боевиков назвали нарушением минских договоренностей и призвали Россию осудить это. Тоже нам заявили и в правительстве Германии. Немецкое правительство полностью осуждает этот шаг. Позиция немецкого правительства четкая. Конфликт в Украине может быть решен только путем переговоров. Это предполагает реализацию минских соглашений и их полное соблюдение России, боевиками которых поддерживает Россия и Украина. Реакция же российской стороны на сие события появилась лишь вечером. По мнению представителя Российской Федерации в трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, создание Малороссии также не вписывается в минский процесс. Павлина Василенко. Подробности телеканал Интер. Планы Трампа по перезагрузке отношений с Россией на грани краха. Накануне с грохотом провалились очередные переговоры Москвы и Вашингтона. Стоит ли ожидать крупной ссоры и при чем здесь квартирный вопрос? Дмитрий Анопченко знает все детали. Ни санкции, ни Сирия, ни Украина. Камнем преткновения в отношениях между Вашингтоном и Москвой сейчас неожиданно стал пресловутый квартирный вопрос. Тут, в Госдепартаменте, переговоры накануне так и не принесли результатов. Россия потребовала вернуть собственности, точка. Штаты же считают, что согласившись проявят слабость. Что мое, то мое, что твое, то поделим. Так люди себя не видят приличные, воспитанные. Даю обязательства. Мы будем консультироваться с Конгрессом по этому вопросу. Эту проблему команда Трампа получила в наследство от Барака Обамы, который в последние дни своего президентства выслал из страны несколько десятков российских дипломатов, а еще арестовал российскую дипломатическую собственность. Мол, там и информацию собирали, и разведку вели. Вот это посольская дача в Мэриланде, принадлежащая России, уже полгода как под арестом. 12 жилых помещений, десятки коттеджей, в каждом из которых по 4 квартиры. Внутри все дорого-богато. Нью-Йорк Таймс пишет. Дипломаты проводили там шумные вечеринки, а чердаки и подвалы якобы использовали для шпионажа, поставив электронное оборудование. Москва очень рассчитывала, что снять арест с двух дипломатических дач, что той, что под Вашингтоном, что той, что под Нью-Йорком, удастся ко встрече Трампа и Путина. Не получилось. Рассчитывали, что договориться удастся сейчас. Тоже не вышло. Процесс забуксовал. И Госдепартамент заявляет теперь, что не будет предпринимать никаких действий без согласования с Конгрессом. Россия в ответ угрожает не только дачу и склад, принадлежащие посольству США в Москве арестовать, но и выслать из страны три десятка американских дипломатов. Если это произойдет, в отношениях двух стран случится самый серьезный кризис за время президентства Трампа. И на его планах новой перезагрузки на долгое время можно будет поставить крест. Беспорядки в Иерусалиме. В арабских кварталах полицейских забрасывают коктейлями Молотова. Мусульмане требуют открыть мечеть на храмовой горе, которую закрыли после недавнего теракта. Власти отвечают, что святыня и так доступна. Суть проблемы в материале Сергея Услендера. Столкновения в мусульманских кварталах Иерусалима и возле старого города продолжались всю ночь. Арабские подростки бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Все началось еще 14 июля, когда три вооруженных араба напали на полицейских на храмовой горе, где находится мечеть Алякса. Все трое были убиты. При этом погибли и два стража порядка. Оба, кстати, оказались мусульманами. Убитые террористы граждане Израиля. Принесли они оружие с собой или оно было заранее спрятано на месте? Сейчас выясняют следователи. Сразу после теракта и оценки ситуации меры безопасности были усилены, вплоть до установки металлодетекторов при входе на храмовую гору. Дополнительные полицейские патрули сейчас дежурят в этом районе. Храмовая гора открыта для посещений. Мусульмане Иерусалима отреагировали на решение властей с небывалой яростью. Лидеры исламской общины запретили молиться в мечети Алякса до тех пор, пока там проверяют входящих. Закрытие Аляксы произошло впервые за много лет и это очень опасный шаг. Это преступление против ислама и палестинского народа. По всему миру прокатилась волна протестов. Даже лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил с осуждением. Официальный Иерусалим в полном недоумении, ведь меры безопасности были усилены после теракта, в результате которого погибли мусульмане. В правительстве уверяют, мечеть Алякса никто не закрывал и не собирается этого делать. Храмовая гора с ее святынями настоящий камень преткновения для любого мирного процесса и постоянный повод для беспорядков. Каждый шаг израильских властей, любая попытка хоть что-то отремонтировать в этом районе наталкивается на сильное сопротивление мусульман и обвинения в намерениях разрушить мечеть. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностью ей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok